А, добренькая уточка! Я в лучах рассветного солнца, направляюсь на станцию, чтобы сесть на поезд до города Утрехт, в котором сегодня будет проходить, вчера началась четверг, пятницу, субботу, воскресенье, проходит формула рукоделия нидерландская, вообще рукодельное шоу. В прошлый раз в сентябре я поехала не на то шоу, я поехала на шоу, которое для индустрии, то есть для хозяев магазинов и так далее, а это уже для частных лиц. Но сначала мне нужно отвезти ребенка в сад, вот этого ребенка. Он не любит сидеть дома один, только, может быть, он час может просидеть один и не лаять, потом он начинает лаять, даже если он находится с другой собакой. Поэтому, вот ему, знаете, как говорят, человеку нужен человек. Вот он у нас как человек, которому нужен человек. Поэтому он пойдет в сад, где он уже был несколько раз, он уже знает воспитательницу и других собачек. Собачек, поэтому сегодня он там очень весело будет играть. У нас... О, собачка еще одна идет. Ой. Let's go, then. У нас очень-очень тепло. Прям непривычно. Вот конец октября, но у нас сегодня обещают 22-23 градуса тепла. Уже сейчас тепло. Где-то 17 градусов точно есть. Поэтому я, ну, просто в платье и в курточке в легкой. Так, взяла на всякий случай куртку. Наверное, придется потом снять. Вот. Такие дела. Я такой осени, ну, вот в Англии, не видела очень-очень давно. Ну, в Англии не такая погода, в Англии немножко все-таки прохладнее. 18-17 градусов, но у нас вчера было 20. И сегодня 22-23 будет. Вот. Следующее включение уже будет из поезда. Из электрички, из поезда. И покажу вам, что я взяла с собой вышивать в дорогу. Хочу показать вам по пути здесь. Посмотрите, есть такая красота. Какой-то вот умелец, рукоделец живет здесь. Попросите его, что ли, вырезать мне шкатулку. Посмотрите, как красиво. Вот это, смотрите, целый собор там. И вот там еще замок. Сейчас попробую с той стороны подойти. Смотрите. Есть какая-то типа свадебная конструкция. Очень красиво. Каждый раз обращаю внимание, прохожу. Смотрите, какие саночки. Вот в эти саночки, представляете, выложить подушечки джаснены, всякие такие красивые штучки, вышитые. Вообще будет красотища. Смотрите. Вот Christ is risen. Смотрите. Поезд. А тут, видите, внутри этот домик можно наполнять тоже чем угодно. Ну, с подсветкой, конечно. Ну ладно, пойдемте дальше. Все, поехали. Здесь тоже много овечек и барашков, как и в Англии. Даже может быть больше. Я взяла с собой ракушечку. Давно за меня не бралась. Здесь на такой большой прогресс. Вот. Повышеваю в дороге. Зарядила уже. Видите? Повышеваю. И пучка. Едем, едем, едем. Сначала мне нужно доехать до города Армин, там пересесть и проехать буквально там. Две ли три остановки до города Утрех. Так что... Я в пути, в дороге. Вот такая вот здесь зеленая красота. Все еще очень зеленая. Смотрите, какая такая клетка стоит. Интересная конструкция. Домик такой хорошенький. Много зеленого пространства в Голландии, тоже в Нидерландии. Мне это очень нравится. Потом попробую еще включиться, поснимать. Я приехала в Армин. Теперь нам нужно пересесть, найти другую платформу, с которой поехать уже в Утрех. Тут всего две остановки. Конечно, после моей деревни, sorry, после моей деревни, кажется, что это огромный город. Хотя, конечно, это по размерам далеко даже не Лондон, но тем не менее. Ну, а лондонская закалка помогает в городах, где все торопятся, спешат. Не то, что у меня в деревне. Так, ладно, пойду искать. Нашла. Куда бежать? Еще. А, через 4 минуты сейчас будет поезд. Отлично. Он идет вообще до Амстердама, но следующая остановка это будет Утрех. А, конечно, Амстердам. То есть, в принципе, я ехала сейчас меньше часа, и еще, ну, сколько там, 15-20 минут идти в Амстердаме. То есть, в принципе, почти что как от окраины Лондона до центра Лондона доехать. Маленькая страна совсем. Так, ладно. Скоро следующее включение уже будет из-за Утреха. Сзади меня сидит еще одна вышивальщица. Он вышивает. Наши люди везде. Ну, вот я в Утрехте. Приехала на классном поезде. В первом классе. Сейчас буду искать, где здесь находится то, что нам надо. Сейчас я еще брожу по станции. Вышла сначала, кажется, мы с той стороны. И там ходить 15 минут. Решила вернуться внутрь станции, пройти сквозь станции, посмотреть, есть ли выход на другой стороне. Потому что оттуда как раз побыстрее там, совсем рядом это здание. Сейчас посмотрим. Вот, вроде бы, я на верном пути. Сейчас посмотрим. Вот тут некоторые виды города Утрехт открываются. Какая-то музычка. Так, спускаемся со станции. Так, а здесь стоят, в принципе, за эту музычку они завели эту шаманку и спросят за нее денег. Вот, уличным музыкантам, которые именно сами играют музыку, я всегда стараюсь сдавать деньги. Не, я хочу, чтобы они могли получить деньги за свой труд и талант. А тут, так сказать, вот, смотрите, мы вышли из станции. Такое здание интересное тоже. Такая здесь футуристическая такая архитектура. Ну, модернистская, современная очень. Смотрите, театр. И я подозреваю, что все вот эти вот дамы идут туда же, куда и я. Видимо, народу будет прилично. Вот, шли-шли и дошли. Вот он. Кре-ду. Вот мой билет. Электронный. Сейчас пойдем вовнутрь. Да, правильно было. Была моя догадка, что все эти женщины шли сюда. Все они шли, тоже все шли-шли и пришли. Ну, что ж, давайте зайдем. Вместе зайдем. Так. Кажется, здесь можно купить билеты. Если еще не купил заранее. Так. Здесь можно какую-то кабинку себе, видимо, взять. Или... А, да. Можно взять такой локер себе. Я, наверное, не буду. Нельзя все-таки. Посмотрю. За него нужно оплачивать. Есть гардероб. Пойду сдам свою куртку в гардероб. Нет, решила я в гардероб не сдавать. Он тоже там. Что-то 2,5 евро. Думаю, зачем я буду. Я лучше 2,5 евро на садки потрачу. Все равно деньги, нитки. Ну, вы в курсе. Идемте дальше. Ой, какая здесь красивая розовая дорожка. Просто. Красота. И знак такой прикольный. Смотрите, а в ноябре здесь будет про кошек и собак выставка. Тоже пойти надо. Так. Билет. Билет. Опа. Народу-то прилично здесь. Прилично. Билет. Хой. Хой. Я все могу. Ага. Дайте вас. Так. Куда бежать кому звонить? Ну, тут сэндвичи, кофе. Сразу можно. Так, идемте к карте. К карте, карте, карте. Так, вот здесь. пошла я в общем куда глаза глядят сильно не придерживалась плана хотела быстро обойти посмотреть все и потом уже более подробно как-то вернуться еще раз пройтись но было очень много конечно стендов три больших вот этих зала как мы видели на плане здесь вот продавали такие толсточки скрэду и сумочки но я ничего не купила хотела что-нибудь маленькое купить как я в лондоне купила рулеточку небольшую но не было ничего было вот такое все такое покрупнее но я видела многие купили там сумки и вообще многие были вот с такими тележками как вы видите на колесиках и с такими большими какими-то лишь чемоданами и так далее прям народ подготовился здесь вот я иду по краю как бы по боку одного из залов и здесь вот видно такие красивые приятные зоны отдыха можно было присесть на диванчик отдохнуть вообще в плане зон для отдыха или посидеть или порукодельничать но это вы увидите все конечно в этом видео было все в этом плане очень хорошо продумано и было много-много места где можно было просто вот так присесть либо перекусить и так далее то есть в этом плане было очень хорошо организовано было очень много стендов с аксессуарами и с какими-то запчастями для всяких вот бумажных рукоделий то есть для создания открыток скрэпбукинга и так далее вот этого было очень много то есть вот из из того из того что присутствовало из того чего было очень много можно было составить такое понимание составить общую картину из того какие виды рукоделия здесь наиболее популярны возможно да может быть не совсем это конечно статистически там сто процентов верно но тем не менее можно было понять что вот этими всеми бумажными делами здесь заниматься очень очень любят мне тоже например это все очень нравится всякие вот эти бумажечки открыточки скрэпбукинг я бы тоже с удовольствием позанималась но я понимаю что если я еще этим займусь то все никакого вообще проходу в доме не будет посмотрите здесь я взяла я подумала что вышивка но здесь как бы комбинация картиночек и вышивки то есть вот где нанесены вот эти вот рисуночки их можно вышить и то есть вот по этим клеточкам можно вышить там есть и бэкстич чем как бы вышивкой крестиком и как бы скомбинировать изображение которое нанесено на бумагу и ты вышиваешь потом тоже сверху по бумаге насколько я поняла ну интересная тоже такая техника но я ничего не стала покупать как я и говорила если я еще этим начну заниматься то абсолютно просто ни на что не будет ни места не времени лучше уж пока с вышивкой разбираться вот здесь были вот такие смотрите пиксельные мозаики пластиковые да ну вот похоже на вышивку тоже похоже на алмазную мозаику только вот она не блестящие не переливающиеся такая вот пиксельная можно в принципе думаю по таким по их же вот схемам по этим пиксельным можно и вышить в принципе сделать такую же вышивку но не как вы увидели они такие на самом деле как называется пиксел пиксель от они есть такие очень пиксельные не совсем такие изящные как мы может быть любим больше вышивки и вот как вы видите здесь женщины сидят за столом рукодельничают и таких столов было очень очень много по всей выставке и вот это было большим отличием от английской выставки от английской от формулы рукоделия и насколько я понимаю от русской тоже от российской что здесь было именно очень много вот этих мастер-классов вот этих workshops то как по-русски говорят воркшопы и именно таких практических занятий что можно было прийти подойти оплатить соответственно да и позаниматься каким-то видом рукоделия которые представлены этом стенде и таких столов как я сказала было очень много прям повсеместно вы это тоже сейчас все увидите но было забронировать участие в такой мастер-классе ну или именно вот такое себе местечко за таким вот рукодельным столиком у какого-либо стенда можно было было забронировать заранее время покупки билетов и ну я в этот раз ничего не делала но в следующий раз я думаю где-нибудь поучаствуем там меня заинтересовали некоторые мастер-классы некоторые как бы стенды вот сейчас мы как раз подойдем к одному из них и такого я не видела нигде мне прям очень как-то понравились эти миниатюрки посмотрите какие маленькие фигурки и вот можно составить вот такие как бы мини полочки по тематике вот вы видите здесь морская тематика представлена причем в разных так сказать исполнениях то есть можно на одну и ту же тему составить абсолютно разные вот такие вот мини инсталляции что ли да и там были вот эти миниатюрки маленькие фигурки просто вот по всем тематикам что угодно было абсолютно абсолютно все и даже было рукоделие сейчас мы тоже на это с вами посмотрим я конечно так как я первый раз это видела я чуть не соблазнилась прям так захотелось мне тоже что-то купить смотрите вот здесь на тему малышей да потом здесь вот тема какая-то ну как кафе да какое-то типа чайная комната или что-то здесь вот видите разные фигурки тоже они были по тематикам разложены да и вот так как я первый раз это все увидела я чуть было не соблазнилась там тоже себе такое вот все накупить на тему вот рукоделия как раз вот она смотрите вот это рукодельная и фарфорчик посмотрите здесь есть и все и даже маленькие пяльцы вот сейчас я поднесу свою руку чтобы вы увидели чтобы вы поняли размер посмотрите вот моя рука вот вот они пяльчики малюсенькие совсем и вот смотрите это шкатулка да для рукоделия и я вот чуть-чуть было уже там что-то начала набирать но решила немножко себя притормозить и не спешить с этим не так сейчас много всего много вещей много рукодельных вещей наборов и так далее комната моя рукодельная еще не готова и вот когда будет готова если у меня начнет там найдется место и будет прям желание такое что-то себе составить тогда я уже буду спокойно выбирать смотрите были вот миниатюрные шкатулочки даже вот таких вот размеров она полностью артикулируется полностью функционирует прикольная вот то есть можно на разные разные темы вот такие можно видите стенды сделать как бы такие вот как минута как мини инсталляции то есть это не обязательно как полка должна быть до какой-то полочками там были представлены в предыдущем в предыдущих кадрах а можно сделать такую как мини инсталляцию сейчас тоже вы увидите на такой как мини колонне на такой подставочке вот видите здесь на такой как мини платформе вот такие прям симпатичные зарисовки здесь как будто смотрите маленький комодик и на нем инсталляция а здесь вот как красиво такой домик да то есть много-много такой красоты и милоты здесь как видите как рождественская такая зарисовка и насколько я вот поняла здесь вот как как чайная комната да английская такая чайная комната рождественская в общем да насколько я поняла это очень популярно я ни у кого вот сколько я была в гостях я ни у кого такого не видела но исходя из того что я наблюдал на этом стенде вообще ажиотаж я поняла что это достаточно популярно ну и вот наконец зашла я до вышивки нашла я несколько все таки стендов с вышивкой тоже вот моя рождественская свеча от чудесной иглы ну здесь многие да сюжеты узнаваемы мережка вот здесь видна Риолис Боссис Рэдс которая английская фирма да ну чудесная игла как я уже сказала очень много наших таких узнаваемых фирм и конечно это было приятно я была рада что были РТО также был представлен очень обширно это очень классно конечно но опять же я не совсем вот поняла где вообще Тео Гувернер ну то есть здесь тоже продавались эти наборы были и Тео Гувернер здесь тоже какая-то нидерландская или Достич Кампани да нидерландская вот это вот такие были простенькие наборчики но опять же как я говорила уже про Англию мне не хватило вышивки здесь тоже не хватило стендов ну да ладно давайте все таки посмотрим что было вот эти вот рамочки Милхилл рамка и наборчик вот этот вот wild life дикая природа вместо 24,50 он стоил 12,25 в пол цены здесь вот было написано размер скидки 25% 50% и так далее два таких набора были с рамочкой и с небольшой вышивкой ну и вот вы видите сотвори сама там уже просматриваться здесь такие детские наборчики детские сюжетики лукас или лукас я не знаю кому кому как нравится да такие вот были интересные но это вот тоже лукас и вот сотвори сама известные наши серии это тоже все присутствовало и со скидками и без скидок там были наборы разнообразные и в принципе наборов было много можно было подобрать что-то выбрать конечно интересное но меня конечно больше интересовали какие-то наборы именно нидерландских производителей или американских то есть то что ну вот здесь вот тоже представлено симпатичная эта геранька была но из именно нидерландских производителей ничего такого я сильно не видела вот этот был симпатичный набор не знаю почему я его как бы потом отложила но я думаю что потому что там присутствовал хардангер которого я еще все-таки боюсь и еще не пробовала наборчик вот этот был классный вот сейчас я уже когда пересматривала поняла что в принципе можно было его тоже прикупить опять реолис мы видим и было несколько также наборов еще вот паку сейчас мы посмотрим еще несколько вот там видно в следующей коробке я сейчас тоже на них посмотрю немножко но опять же ничего такого я там не нашла для себя к сожалению немножко ушла не слово нахлебавши ну почти да я конечно некоторые покупочки сделала но совсем немного вот смотрите наборчики паков в принципе такие некоторые интересные здесь какие-то голландская метрика вот джен лин был достаточно старый набор 2012 года как метрика метрика свадьбы свадебного дня набор это 2012 года но он не раритетный его можно приобрести на 1 2 3 за 18 долларов ну а здесь он 29 евро очень очень переценен завышенная стоимость так я просмотрела ланарты несколько наборчиков было но немного эти я видела именно вот эти розы желтые розы на синем фоне видела в магазине то в соседнем городке здесь много наборов было от панны тоже представлено вот здесь посмотрите некоторые для меня были новинками я их не видела чудесные иглы было много тоже я так пролистала посмотрела симпатично был выбор но ничего из этого я приобретать не стала было интересно посмотреть на вышитые работы конечно как всегда на этом стенде было невозможно подойти поближе как вот например на большинстве стендов вот в англии которые мы видели с вами в прошлом видео в позапрошлом видео но тем не менее можно было так поснимать посмотреть порассматривать посмотрела тоже полистала наборчики лети стечь особо сильно не листала их не смотрела вот так вот живую раньше насколько я помню по крайней мере здесь было много их был большой выбор их и вот лукас красивые симпатичные особенно сейчас вот я пересматриваю когда уже запись вижу что многие мне в принципе импонируют нравится вот это мне понравилось даже там уже эта кормушечка там был вот видите вышитая уже законченная работа понравилось мне очень понравились яркие цвета но пока решила не набирать и так уже много всего и вот обратите внимание не тот который я показываю а справа чашечка кружечка такая красивая и тарелочка с розами вот почему я на них не посмотрела для меня остается загадкой очень симпатичный этот наборчик вот его я прям буду иметь ввиду на будущее мне он понравился были также вот такие схемы буклетики здесь мне очень понравились вот эти кошки вот обратите внимание вот эти рамки это не рамки это все вот вышито это абсолютно все вышито это вся вот такая схема очень интересное решение мне понравилось серьезно прям задумалась вот еще раз да не купить но в итоге оставила а вот этот вот буклет я жалею что не купила я люблю такие все рождественские украшения сейчас усиленно их вышиваю в следующем выпуске покажу что я вышила и вот надо было мне рождественские эти купить ну да ладно в следующий раз значит и вот это мне понравилось экспло таскани там такие зарисовки натюрморты и природные какие-то зарисовки цветочные из таскании очень симпатичные ну наверное когда съезжу побываю в таскании тогда и прикуплю да выше что-то а вот это вот девушка у меня были такие я галюне подарила вот это summer maiden там кажется была spring весеннее и осеннее уехали они к моей подруге галюня привет надеюсь тебе понравились они и ты их вышьешь этих красивых девушек и здесь такие птички тоже были симпатичные ну там было что полистать в этих именно в буклетах но опять же ничего я не не приобрела были некоторые ткани но ничего к сожалению интересного также как и на выставке в англии ничего не увидела такого интересного ручного окрашения чтобы мне вот было сразу вау и мне надо посмотрела тут на какие-то тоже аксессуары немного было каких-то вот и ниток и крейник был крейник я взяла себе серебристый в следующий раз тоже покажу что я приобрела там немного в принципе были был милхилл бисер такой серебристый крейник я взяла у меня не было как оказалось ни одного в смысле серебристый металлик есть но не крейник а я хотела бы иметь в коллекции у себя именно крейник я сравнивала эти две катушки думала там какая-то между ними может быть разница но нет они были абсолютно идентичны также присутствовало много алмазной мозаики также как и в Англии мы видели с вами это все дело очень популярно здесь тоже и много смотрели люди рассматривали покупали и ну я думаю что набирает как раз обороты алмазная мозаика здесь тоже пойдемте дальше прогуляемся тоже присутствовало много различных швейных и вышивальных машин какое-то вот тут дерево я не знаю какие там нужно было записки писать но я ничего не написала как вы видите много таких вот скамеечек столиков то есть можно было вполне спокойно разместиться также было много разных вот поделок игрушек из либо вязаных крючком вот как здесь либо фетровых мы тоже их увидим и вот некоторые меня правда что заинтересовали тоже я не купила но буду иметь в виду однозначно здесь продавали какие-то вот шнуры и предлагали даже самому как бы сделать такой оригинальный свой ошейник или поводок для собаки и так далее из вот этих вот шнуров ну или просто можно было купить по метражу идем дальше здесь продавались также разнообразные свечи вот вы видите и можно было даже купить наборчик для того чтобы самому создать свечу определенного дизайна определенной формы тоже там кстати было много людей рядом с этим стендом и вот такие свечи и подсвечники продавались это все здесь очень-очень популярно люди обожают свечи обожают всякие какие-то интерьерные вещи подсвечники интересные при этом какие-то даже самые простейшие модели могут стоить вполне так сказать прилично ну то есть людям нравится и покупают правда посмотрите какие интересные там свечи были в форме клубка ниток я даже задумалась тоже купить но в итоге решила что пока у меня есть и не стало как-то я очень скромно в этот раз ходила прям молодец прикупила конечно пару вещей но вообще очень-очень успешно удачно не сильно там не не прибарахлилась и не растратилась в принципе так потому что ну понимаю что сейчас у меня запасы хорошие есть в принципе можно пока немножко сконцентрироваться на вышивке из запасов вот эти вот миниатюрные такие конструкции миниатюрные модели разнообразных магазинчиков посмотрите или просто какой-то задний дворик вот кафешка они очень здесь тоже популярны и продаются во многих каких-то местах можно их увидеть даже вот я видела в цветочном магазине продавалась подавался набор миниатюра цветочного магазина то есть вполне и я спросила вообще-то у хозяйки этого магазина цветочного покупают ли у нее люди вот это когда приходят за цветами и она сказала что да очень хорошо разбирают она постоянно закупает докупает еще здесь смотрите тоже макромей там тоже столик и учат плести вот эти всякие украшения здесь были такие таблички с собачками и с кошечками но это у нас все есть у нас есть такая персонализированная табличка с нашими собаками но сейчас пока не прикручиваем на дом потому что у нас идет ремонт снова если в начале видео вы увидели какие-то услышали посторонние звуки это вот как раз был ремонт но сейчас я дождалась вечера когда уже все закончилось и могу я спокойно озвучить без посторонних звуков и так далее было много тоже смотрите бусин разнообразных вот здесь было конкретно бусины для изготовления каких-то изделий колье это и может быть там других каких-то изделий много было бисера среди которого я также продолжила поиски замены для бусинок бисеринок ну пластиковых в гортензиях от Dimensions мне моя подписчица Наталья посоветовала заменить бисером Милхил 00557 и у меня он даже оказался в запасах но мне он немножечко желтит или немножечко розовит не знаю даже как объяснить но он немножко не совсем совпадает с таким каким-то желто-зеленым таким вот зеленым можно сказать даже отливом бисером вот этим бусинами в Dimensions я думаю все кто видели эти гортензии и эти бусинки бисеринки меня поймут поэтому я у меня этот Милхилл 005557 Наталья большое спасибо за совет этот бисер у меня есть он лежит но вот пока что я хотела еще посмотреть поискать что-то более прям совсем близкое чтобы совпадало цвет в цвет и опять мы видим миниатюрки такой мини шкафчик в тематике Хэллоуина я так подозреваю что это задумывалось как такой мини шкафчик может быть ведьмочки а здесь был целый стенд с огромным выбором шармиков глаза разбегались во все стороны но мы к нему вернемся еще а сейчас давайте посмотрим на вот такие вот наборы для мозаики можно было купить набор в который входила вот уже основа например вот в форме бабочки или форме блюда и входила схема ну в общем практически как вышивка только с кусочками мозаики и входили уже кусочки мозаики подготовленные оставалось только и кажется клей тоже специальный или какой-то вот типа цемента специального такого и оставалось только все это следуя инструкциями инструкциям и схеме разложить и создать вот такую вот красоту тоже мне очень понравились эти мозаики и когда-нибудь я обязательно что-нибудь подобное сделаю но в этот раз я воздержалась но полюбоваться на них все равно мне было приятно я очень люблю а здесь было очень много всяких таких мелочей и вот эти саночки мне очень привлекли я к ним подходила два раза но не купила мне хочется саночки но знаете чтоб на них еще была спинка чтоб можно было положить красиво какие-то симпатичные подушечки и так далее ну чтоб они не просто как бы лежали сверху а немножко облокачивались на спинку как бы надеюсь я понятно объяснила здесь тоже смотрите были похожие домики как вот я купила в Англии немножко другая все-таки конечно конструкция но идея примерно такая же ну и вообще эти домики меня вдохновили на кое-что я поделюсь с вами когда будет такое что готово я надеюсь в какое-то вообще ближайшее время ну посмотрим в общем но эти домики покоя мне не дают так же как и в Англии на рукодельном шоу здесь были представлены вот такие вышивальные машины очень впечатляющие конечно же но да я я уж как-нибудь сама крестики я не брошу вышивать так вышивать здесь тоже был хорошее разнообразие бисера но тем не менее я не нашла то что я искала вот на этом стенде но здесь как-то все было немножко в разнобое и не совсем поняла о чем здесь конкретно ну какие-то были вот вещи и вашим и нашим вот это были интересные конструкции из бумаги то есть можно было сделать такие цветы создать из бумаги идем дальше ну вот я хотела передать как бы общую общую атмосферу общее впечатление чтобы вы тоже посмотрели как здесь это все проходило как вы видите очень большая площадь полностью закрытое пространство имеется ввиду что там не было окон полностью все искусственно освещено но освещение как видите хорошее то есть везде вот там видно даже под крышей все эти лампочки но немножко мне не хватало честно говоря естественного освещения было как-то вот тяжеловато находиться в таких вот темных стенах темный потолок и вот только лампочки освещают это для меня было немножко мне нужно было обязательно выйти на улицу во время ну на обед когда я пошла я вышла тут хотя там были тоже места где можно было перекусить но я захотела выйти чтобы хотя бы немножко посмотреть на дневной свет ну вот эти видите здесь тоже такой стенд с вязаными игрушками здесь их было очень много и очень много разнообразных к ним аксессуаров там чего только не было и там было очень очень как видите много людей поэтому там я не стала задерживаться там также были видите были такие вот модели чтобы создать такие какие-то венки украшения и так далее это тоже все сначала вяжешь крючком потом сшиваешь там набиваешь и пришиваешь вместе и получается вот такое типа как вот буциловские венки из фетра только здесь сначала нужно самому еще связать крючком здесь был такой огромный стенд там было много много всяких шармиков каких-то вот аксессуаров для создания каких-то вот изделий украшений и так далее и там было большое огромное количество множество всего вот видите там такие фиолетовенькие чашечки и с блокнотиком то есть ты набираешь в чашечку и блокнотик записываешь на листочек записываешь что ты там положил и потом отдаешь продавцу и они считают я подозреваю что они эту бумажку оставляют себе чтобы им тоже вести учет в принципе очень даже умненько придумано гораздо проще конечно так для продавцов знать что там они продали ну это если это так именно и работает ну я подозреваю что так идем дальше но вы видите народу было много то есть людей было много посещаемость была здесь очень хорошая и это в пятницу то есть я представляю что там еще на выходных как творилось в субботу воскресенье это нам всем известная Daylight Company у них классные вот эти лампы я что-то стояла засмотрелась на лампы там я не знаю почему у меня есть прекрасная лампа и мне просто нужно достать собрать достать из со склада найти собрать и использовать продвигаемся дальше это мы вот переходим в другой зал и опять же как вы видите много посадочных мест много где можно было присесть отдохнуть перекусить и так далее здесь вот мы идем идем я немножко ускорила запись чтобы слишком долго тут не расшаркиваться но вы видите пространство очень хорошее здесь можно было оформить подписку на какой-то рукодельный журнал и в общем то опять начинались различные стенды много было ну не много но несколько таких было больших стендов с книгами по рисованию различному рукоделию несколько книг я увидела по вышивке но ничего такого супер особенного не было к сожалению поэтому я полистала посмотрела ничего тоже не приобрела опять же здесь мы видим вот эти вот миниатюрки в коробочках очень они приятные прелестные прям я бы тоже не отказалась от такой миниатюрки но вот куда ее ставить и что с ней делать это нужно иметь отдельную комнату для всего этого богатства как вы видите здесь люди подготовленные как я уже упоминала с тележками с баулами все очень вполне они знали куда идут а вот здесь был интересный стенд с интересной личностью которую зовут Карен Блюман она известная актриса и певица в Нидерландах и в последние несколько лет она вот так же опубликовала несколько книг по вязанию она очень популярна вы видите здесь люди к ней подходили и вот эти представлены вот здесь обложки ее книг на постерах и представлены модели она естественно сама тоже видите какая на ней модель какое на ней платье все вот оно связано из квадратиков из квадратиков которые связаны крючком интересно было посмотреть я видела как-то где-то фотографию в журнале где-то в газете в местной и теперь вот я увидела ее живьем было интересно также были посмотрите растения и какие-то украшения для сада вот это симпатично мне понравилось но конечно я не стала бы на поезде на электричке это все тащить здесь здесь был такой тоже стенд вот тут как раз я посмотрела поближе вот эти вот картинки на которых потом еще вот что-то вышиваешь видите здесь написано стич анду типа вышивай и делай то есть вот идет такая картиночка кругленькая вот как первые я показывала или даже вот эти а вот эти вот закорючки вокруг него такие загогулинки они как раз вот вышиваются прямо на бумаге там уже специально сделана под это перфорация идем дальше и вот здесь как раз был очень красивый стенд с фетровыми игрушечками и украшениями посмотрите какие были здесь красивые игрушки украшения такие можно было опять же сделать инсталляции или вот такие подвесные украшения для дома мухоморчики там были очень прелестные ну вообще было очень очень много всякой красоты и милоты я была очень близка к тому чтобы приобрести что-то но каким-то образом я все-таки смогла сдержаться потому что сейчас много у меня задумок и по вышивке и хотелось бы сконцентрироваться именно на этом в ближайшее время здесь тоже посмотрите разные какие-то аксессуары и детали для создания каких-то украшений или игрушек и так далее здесь я вот прохожу немножечко вперед там была небольшая сцена на сцене проходило какое-то ток-шоу с какой-то рукодельницей ну не вышивальщицей даже я это с моим ограниченным голландским смогла понять просто какая-то творческая личность тоже не знаю точно каким конкретно она занимается рукоделием какие-то там поделочки стояли но и они там разговаривали болтали а вот и шариков наверное скорее всего это если она с собой принесла здесь была такая зона где можно было подкрепиться но мы проходим дальше здесь вот мы видим стенд с разными деревяшками и опять же с какими-то такими инсталляциями которые можно собрать самому и украсить свой дом все-таки здесь это очень популярно такого разнообразия вот подобных украшений инсталляции в англии мы на рукодельном шоу не видели еще один стенд с украшениями для дома и с разнообразными веревочками и вот такие даже ножнички в таком растекальном стиле даже про ножнички я подумала как бы не купить мне для антуража но воздержалась ножничек все-таки хватает именно тех которыми я работаю а не просто чтобы они лежали валялись для пары фотографий какие-то здесь тоже были брелочки ну все что угодно было очень много как видите всего-всего самого разнообразного к сожалению как я и упоминала все-таки маловато вышивки ну вот наконец-то дошла я до еще одного стенда с вышивкой причем здесь как раз необычные работы оригинальные вот этой компании Org Graphics я оставлю ссылку и здесь у них были их оригинальные разработки это было интересно посмотреть так как про эту компанию я раньше ни разу никогда до этого не слышала и здесь вот у них были много посмотрите дизайнов с птичками мне очень понравился вот этот вот разноцветный попугайчик цветастый очень прям прикольный почти что вот я чуть ли не купила ну и здесь вот народу тоже стояло прилично ну то есть все-таки тех кто интересовался вышивкой было приличное количество ну вот в отличие от стендов с вышивкой которых было мало но тем не менее вот мы нашли здесь я тоже посмотрела все поизучала вот эта божья коровка мне понравилась издалека она смотрится прям очень даже прикольненько но вблизи как-то не очень немножко пиксельно и немножко прогонно можно сказать ну почти да я думаю вы понимаете что имею ввиду эти наборы не дешевые как вы видите там 36 евро вот 20 евро 35 и так далее 40 были и дороже кажется там тоже то есть разнообразные стоимости разнообразные размеры вышивок там 49 50 вот были 49 95 в основном ой паук смотрите какой симпатичный домик мухоморчик этот очень миленький мне показался на 14 аиде в основном и уже видите разобранные нитки он органайзер схема черно-белая там была и иголка тематика да вот было много животного мира птиц как вы уже видели вот на на отшивах тоже женщина хотела посмотреть утята уточка с утятами лебеди в общем было много да там интересного и много отшивов было у них представлено и в принципе у них покупали неплохо меня это тоже очень порадовало вот этот вот шар мы видели его немножко раньше когда только подошла он такой достаточно большой 37 на 46 сантиметров он выглядит эффектно надо сказать но вот эти вот 50 оттенков синего я не возьмусь вышивать как бы красиво не выглядело все дизайны я внимательно пролистала так как для меня это абсолютно новый производитель и вот у них да видите от таких можно сказать гипер реалистичных или таких дизайнов вот здесь претензии на реализм немножко правда прогонистые некоторые из них от таких вот дизайнов до каких-то вот мультяшных да можно сказать там со снеговичками с тыквами вот это вот все вот здесь вот можно посмотреть получше такие вот некоторые как мультяшные да отрисованные дизайны ну а некоторые вот с как бы такой как я его сказала уже с претензией на реалистичность и на как бы фотографичность скажем так это был симпатичный тоже такой цветочный дизайн почти почти я соблазнилась на него но поняла что у меня уже есть такие подобные дизайны я сейчас вот вышиваю в розовых оттенках такой цветочный дизайн поэтому не стоит вот он этот шар видите в синих оттенках голубых выглядит издалека он эффектно вблизи может быть не настолько но издалека да там были видите магнитики тоже я их потрогала попробовала они были совсем-совсем слабенькие только так для вида вот это видите неразлучник симпатичный но жалко что один почему он один то он должен быть вдвоем ну птички вот эти были миленькие мне они понравились в принципе даже можно вот вышить несколько и сделать такую небольшую композицию из нескольких вот морских коньков я люблю но этот дизайн вообще мне не зашел вот никак совершенно не понравился какой-то он блеклый ну да реалистичный как бы он они может быть такие и есть но совсем не интересно и для вышивки не знаю мне как-то совсем он не понравился вот похожая похожий сюжетик машинка с елкой да вот какой-то пингвиненок с рожками снеговик с рожками что-то вот у них там все с рожками ну такие вот рождественские снежинка вот была симпатичная ну очень простая в принципе ее можно не знаю можно даже самой такую схему нарисовать вот ну вот некоторые да вот эти реалистичные дизайны были выполнены симпатично даже вот для таких вот маленьких вот видите я магнитики трогаю они были совсем такие хлюпенькие да для таких маленьких дизайнов в принципе реалистичность достигнута неплохая я бы сказала но в любом случае вот эти вот реалистичные такие как фотографичные картинки это не мое предпочтение я совершенно не против того чтобы вышивка выглядела как вышивка как рисунок то есть ну как вот вышивка по рисунку я совершенно не сторонник того чтобы вышивка выглядела как фотография потому что в большинстве случаев она выглядит как плохая пиксельная фотография ну в таком случае лучше повесить фотографию или картину в моем вкусе естественно я не настаиваю никому не навязываю каждому свое Я знаю, что много из поклонников именно таких вот реалистичных сюжетов, реалистичных вышивок. Тут, конечно, на вкус и цвет, как мы знаем, все фломастеры разные. Поэтому тут уже каждый выбирает сам. Но для себя я не нашла ничего, не подыскала на этом стенде, к сожалению. Но, в принципе, достаточно быстро после этого стенда я нашла еще один стенд с вышивкой. Сейчас мы с вами к нему как раз и подойдем. Много получилось. Я как бы сняла других посетителей этой выставки. И видно, что одеваются все очень просто и вообще кто во что гораст. Ну вот, мы пришли к другому стенду с вышивкой. К одному из немногих, но, тем не менее, хотя бы так. Вот здесь такие были симпатичные схемы французские в таких конвертиках миленьких. Я такие даже раньше не видела. Le L'Anne d'Isabelle. Вот такие. Там потом мы увидим, у них на стенде были представлены отшивы. Стенд был небольшой, но схем у них было много. Было что рассмотреть, посмотреть, полюбопытствовать. Может быть, увидеть первый раз. И я посмотрела. Да, там было много чего симпатичного. Но я, опять же, ничего не приобрела на этом стенде тоже. Потому что немножко было перенасыщение, конечно. Хоть я и говорю, что маловато вышивки. Но, тем не менее, было перенасыщение. Так как много все-таки было схем на этом стенде. И я, когда такой большой выбор, и нет такого, что, знаете, вот сразу увидела и влюбилась, вот сразу дайте мне, пожалуйста. Когда такого не происходит, тогда я не могу выбрать, ну, лишь бы как бы что-то выбрать, да. Вот здесь вы видите тоже французские схемы Jardin Privé. Симпатичные. Там было много интересных сэмплеров. В принципе, там вот эти с ножничками мне понравились, ножнички и катушечки. Было на что посмотреть, на самом деле, там и именно вот у этой компании Jardin Privé. И, возможно, что в будущем я буду иметь их в виду и что-то приобрету. Когда-нибудь. Потом. Когда вышлю большинство того, из того, что у меня уже есть. Это, как знаете, можно сказать, когда рак на горе свистнет. Продолжаем знакомство с ассортиментом. Здесь опять, кажется, какие-то французские схемы были. Также там были представлены итальянские и немецкие схемы. Немецкие как раз в том числе те, которые мы видели с вами в немецком магазине в Эссене. Вот здесь, кажется, это уже пошли итальянские схемы. Симпатичные. Вот эту компанию я раньше не видела. И какие-то были такие, ну, в примитивном стиле они, но были вполне симпатичные. Вот сейчас, опять же, когда я пересматривала, обратила внимание на несколько и подумала, что да, возможно, в будущем я как раз смогу их вышить. Были там симпатичные и интересные, необычные. Был какой-то небольшой выбор ткани, как вы видите здесь тоже. Но, опять же, ничего супер необычного и такого захватывающего и интересного я здесь не увидела, к сожалению. Полистаем еще, посмотрим схемы. Ну, так я сильно как бы там не могла сильно много все-все-все пролистать. Вы видите, там такие серьезные стопочки стоят. Ну, все, что мне удалось посмотреть, я представляю и вашему вниманию. Вот здесь вот отшивы, видите, вот этих вот французских схем в конвертиках, которые я увидела первыми. Симпатичные, очень милые, видите, такие приглушенные очень тона, но при этом какая-то в них, конечно, есть, какой-то в них есть шарм. А вот здесь, смотрите, сделаны такие в форме елок и такие прикладные, можно сказать, уже вышивки. Очень симпатичные, очень миленькие. А на другой стороне у них там было макраме. Ну, и здесь немножко тоже, видите. Приближаю немножко к самплеру, чтобы посмотреть. Ну, и на этом этот стенд закончился. То есть он был совсем малюсенький, но, как вы видели, содержал очень много схем. Здесь я уже рассматриваю все остальное. И впереди у нас еще парочка стендов с вышивкой. Ну, а пока мы туда идем, давайте посмотрим на бисер. Здесь тоже, видите, такие украшения рождественские новогодние с использованием бисера. Наподобие тех, что мы видели вот в Англии, но немножко все-таки в другом стиле. Здесь они такие, мне кажется, попроще, просто сеточкой были сделаны. Какие-то также вот канцелярские моменты были представлены. И даже вот шкуры и кожаные изделия. Боже мой, это, наверное, возраст или что-то. Может быть, какая-то мудрость приходит потихоньку. Потому что я знаю, что даже лет пять назад я бы застряла на этих канцелярских изделиях тоже. Что-нибудь там бы прикупила надо или не надо. Вот понравилось бы, я бы взяла. Ну, а сейчас я даже не останавливалась. Прошла, увидела, что есть. Ну, есть и есть. Очень хорошо. Здесь была вот реклама следующего шоу, которое будет в этом комплексе. Cats and Dogs с кошки и собаки. Может быть, стоит сходить. А это как раз будет на этих выходных. То нет, я не поеду. Это 5-6 ноября. Здесь были всякие разные украшения рождественские. То есть, можно их использовать как, например, украшения на елку, так и в каких-то поделках рождественских и новогодних и так далее. Но я тоже прошла мимо. Вот это я не совсем поняла, что это было изначально. Но потом я поняла, что это было для малышей. Такие игрушки и бусики, которые можно грызть. Ой, смотрите, какие шишки. Ну, здесь было много посвященного Рождеству, конечно же, приближающемуся. Сейчас все готовятся уже, начинают. Вот эти симпатичные такие были. Какие-то шары тоже, декорации с подсветкой. Интересно. Много было всего интересного. Глаза разбегались. И это не способствовало выбору. Ну, то есть, самому осуществлению выбора, скажем так. Вот опять же здесь я обращаю внимание на бисер. Но все не то. Все не то. Так что мы идем дальше. Вот. Вот на этот я обратила внимание. Но вот он не совсем. Хотя, может быть, может быть. Такой, вполне такой классический золотистый. Но мне показалось, что нужно еще немножечко, чтобы он был немножечко еще с зеленцой. Такие интересные шарики, посмотрите, в таком, не знаю, даже в природном стиле, да, наверное. В эко-стиле. Интересные тоже всякие разные украшательства. На этом стенде были представлены вот такие подвесочки. Ну, которые можно использовать, как и маячки для ножничек, я подозреваю. Но, опять же, ничего я здесь не приобрела. Здесь как-то тоже было все совместно. И сумки какие-то стояли, и какие-то здесь вот заклепки. Я не знаю, в общем, не впечатлил меня этот ларечек. Вот на этом стенде было много таких интересных деревянных заготовок. И даже там, посмотрите, были с дырочками, как бы с перфорацией. И там можно было крестиком что-нибудь навышивать. Ну, таким большими крестиками, какой-нибудь там, например, шерстью или пряжей. И вот эти вот деревца там были интересные. И, в принципе, вот можно их было бы использовать для каких-то прикладных оформлений. Ну, или, может быть, для создания таких, как бы, пин-кипов, например, с выпуклой вышивкой набитой, да, приклеить ее к какому-то из этих вот, из этих дощечек, мне кажется, выглядело бы интересно. Здесь была такая silent disco, такая беззвучная дискотека. Выдавали наушники, там скачиваешь приложение и танцуешь. А на следующем стенде я увидела таких хорошеньких-хорошеньких мышек. Посмотрите, какие они милые. Я прям захотела себе такую тоже. Может быть, как-нибудь приобрету. Посмотрите, в чемоданчике. Очень милая, очень хорошенькая. Здесь предлагался мастер-класс по рисованию. Там прям художник показывал, обучал. Здесь показывали какие-то техники вязания. То есть, как я и говорила, мастер-классы просто были, проходили на каждом шагу. И можно было даже просто подойти, посмотреть или там задать вопросы. В принципе, это тоже приветствовалось. А вот здесь, смотрите, вышивка по фотографии. Ну, вот это как раз то, о чем мы говорили с вами. Ну, вернее, то, о чем я говорила, рассуждала по поводу вышивки по фотографии. Вот эти вот фотографии. Ну, и вышивка именно с фотографии, да. Как-то это не совсем мое. Мне вот там был коллаж, да, с девочкой. Как по мне, лучше сделать красивый такой, если хочется иметь такой коллаж. Ну, можно сделать его как раз из фотографий хорошего качества. Распечатать на хорошем, допустим, холсте или на хорошей какой-то бумаге и красиво так же оформить. Здесь какие-то продавались по 50 центов какие-то нарезки ниток. Не знаю, DMC написано было, но не знаю. А вот эти вот упаковки органайзеров он продавал по 5 евро за 10 штук. Ну, я сама такие из картонки сделаю. Я как-то не решилась, не решила, решила это не покупать, вернее. Ну, вот опять же этот коллаж и вышивка там портретов и так далее. Ну, да, многим нравится. И даже вот у них там еще алмазная мозаика. Это у них как бы новое такое ответвление. Вот эти игрушечки новогодние и рождественские были симпатичные. Вот, ну, там особо ничего он не продавал, кроме вот показывал вот эти вот вышивки и, я думаю, брал заказы или там рассказывал по стоимостям и так далее. Вот, ну, я так посмотрела, немножко пообщалась, но, разумеется, я ничего не собиралась там заказывать или приобретать. А вот здесь на этом стенде как раз уже наша любименькая вышивка была обычная, не по фотографиям. И вот здесь тоже вы уже узнаете, я уверена, и чудесная игла, и Bothith Reds, и, ну, здесь наборы T-Gouverneur. Здесь были, уже побольше было наборов именно нидерландских или вот европейских. T-Gouverneur было несколько представлено. Здесь я уже немножко вот полистала, посмотрела. Abris Art, вот я ни разу не видела эти наборы вживую. Некоторые наборчики, некоторые дизайны были вполне даже такие интересные. Если бы было время порассматривать получше и силы, то, возможно, что-то бы я выбрала оттуда. Вот про этих птичек я серьезно думала, от T-Gouverneur очень мне понравились. Ну, люблю птичек, хотя не особо много я их и вышивала. Ну, есть было немножко, но не сильно много. Но вот мне нравятся они все равно. Здесь были некоторые наборы от Lanarte. Некоторые из них я, в принципе, порассматривала, мне понравились. Вот сирень здесь была симпатичная. Какие-то вот еще здесь цветочные композиции из серии Home and Garden. Вот эта слеечка мне понравилась, там настурция и другие цветы. Вот от Marjolaine Bastin. Красивые тоже были наборы. Но я не накупила. Я молодец. Но, как мы знаем, если бы я и накупила, я бы сказала, я молодец. Я накупила. Очень успешно. Ну, там были, правда, на некоторые наборы очень хорошие скидки. И был соблазн, был соблазн, правда. Я уже там как бы... Ну, решила сдержаться. В общем, решила себя тоже не перегружать наборами, потому что и так уже много всего. Вот здесь были какие-то самодельные у них наборы. Вот с такими вот пятнистыми какими-то схемами и вышивками. Я подобные видела онлайн. Вот такие вот мандала, типа мандала. У меня такая лягушка, даже есть схема. Я покупала на Etsy. А здесь уже с набором. Вот эти вот... Не знаю, кто автор в итоге, потому что их продают на Etsy и на других каких-то платформах то одни, то другие. И никто как бы не пишет, кто на самом деле автор их изначально этих схем. Не знаю я. Если кто-то знает, напишите, пожалуйста. Может быть, вы встречались с ними. Ну, а здесь вот мрешка, известная нам. Вот мрешка я хотела бы приобрести. Есть у меня несколько наборов на примете, но они все такие, ну, для меня, по крайней мере, крупненькие. Поэтому пока что я не буду брать. Уже потом, когда решу непосредственно вышивать какой-то из них, то я его куплю целенаправленно, чтобы сразу начинать. Ну, и куда же без жар-птицы. Даже уже есть какие-то новенькие наборы, видите, с нарезкой в один метр. Так я глянула, их ничего не стала покупать. Жар-птицы для меня, это, знаете, поход в Леонардо в России, которого я очень-очень жду. Очень жду поездки в Россию и походы в Леонардо. И вообще рассматривание этих жар-птиц и всего остального уже там подробно, без спешки и в таком более полном ассортименте. Вот кошечка, кстати, симпатичная, миленькая. Мне кажется, это вот компьютерная была, превью, да, компьютерная просто. Мне кажется, вышитая она будет классная. Какие-то магнитики там у них висели внизу, непонятно почему. Такие какие-то, да, симпатичные, веселенькие, но не стала я покупать. Тоже их, мне сюжеты эти, как бы, ну, никуда не подходят. Вот эти рождественские какие-то подвесочки были симпатичны. Это, кажется, Босси Фредс, ну, по стилю вроде как они. И там просматриваются улей, которые выполнены не в стиле, не в технике счетного креста, а в других техниках. Но вот в продаже я его там не увидела на этом стенде. И полюбуемся еще немножко на вышитые работы, представленные на этом стенде. Какой шикарный павлин. Ну, и вообще много было птичек, собачек, кошечек. Прелесть. Ну что ж, пойдемте дальше. Дальше такие вот интересные симпатичные свечи здесь показывали тоже. Можно было самому создать какую-то вот любую композицию. Можно было там туда цветы включить и так далее. Ну, интересно, какой-то такой интересная задумка. Вот мне там понравилась эта свеча с ракушками. И я прям представила домик у моря на пляже. И вот с такими вот свечами, да, в интерьере, в декоре. Или там на улице, на веранде зажечь и с видом на море. Ну, классно. То есть можно, мне кажется, подобрать. Очень интересно. Но в этот раз я ничего не стала покупать. И пошла дальше. Такой еще был там стенд. Он был больше, конечно, по шитью. Ну, но некоторые вышивальные элементы, вышивальные товары я тоже там увидела. Сейчас покажу вам поближе. Вот мне понравились там вот эти сумочки, но они не продавались сами по себе. А продавались наборы, из которых можно такое сшить. Но так как у меня нет еще пока швейной машинки, я не стала брать. Ну, вот здесь был вот такой вот лен 30-32 каунта примерно. Здесь обозначаются, видите, не в дюймах дырочки, да? Не нити в дюймах, а нити в сантиметрах. Вот здесь написано 12DA. Это как раз примерно 30-32 каунт. Ну, вот этот экрю цвет как бы меня не интересовал. И голубой тоже у меня есть. А вот зеленый мне понравился. Я даже хотела купить, но потом решила, ну, потом передумала. В общем, решила, что все равно много тканей сейчас у меня есть. И так как я не знаю конкретно под какой мне дизайн, например, нужна была бы такая зеленая ткань, ну, я решила не брать. Хотя сильно понравился вообще-то этот цвет. Я его там крутила, вертела. Вот эти нитки мне тоже заинтересовали. Смотрите, на больших таких катушках. Ну, и вот снова, да, я смотрю на эту ткань. 10 евро за кусочек 35 на 70. В принципе, нормальная, наверное, стоимость. Но, в общем, решила я не брать в итоге. Я подумала, что вот то, что он такой достаточно равномерного окрашивания, такое я могу сделать сама. Взять окраску для ткани и достичь вот такого же абсолютно результата. Красиво было посмотреть на перли от DMC в такой коробке. Они как конфетки лежали, такие красивые. И правда, хотелось купить тоже. Хотя нет особой необходимости сейчас. И, конечно же, я не могла не посмотреть на вот эти ножнички. Много мне там приглянулись. Особенно вот эти понравились, которые изогнуты немножко. Это Primax итальянский. Прикольный прям дизайн вот этот, который немножко изогнутый. Мне кажется, очень классно им подрезать кончики и так далее. Но тоже решила ничего не брать в данном случае, не накупать. Потому что ножничек у меня сейчас более чем достаточно. И только если что-то сильно-сильно прям понравится, что вот сильно западет в душу, тогда уже, конечно, может быть, я куплю. А это я решила, ну, они не будут для меня какими-то уникальными. Имеется в виду, что вот такие малышки у меня есть, только в красном. Имею в виду, что нет у меня острой необходимости именно в таких изогнутых ножницах. То есть нет такого, что я где-то подрезаю там нитку и думаю, ну, были бы у меня изогнутые, да? То есть просто так вот необычность этого дизайна понравилась, но необходимости в нем нет. Как видите, тоже здесь были разные золотинки, серебринки. Вот эти бусинки, они были очень похожи на те, которые в Dimensions наборах кладут, вот эти золотистые. И понравились, смотрите, вот эти вот фермуары, которые можно использовать для изготовления каких-то маленьких кошелечков, сумочек и так далее. Если я как-нибудь надумаю себе вышить сумочку, то, конечно, надо будет иметь это все дело в виду. Но они очень такие интересные и как-то, хоть я и не планирую пока, что ничего такого делают, но все равно хотелось и потрогать, и купить. Но я, к счастью, тоже удержалась. Вот эти мне понравились, вот эта идея, вот этих, как они называются, не знаю даже, резачков, да? Не ножнички, а резачки. Они, в принципе, были удобны, там была возможность на стенде попробовать. Они, в принципе, да, может быть и неплохая идея, как-нибудь прикуплю себе, но в каком-то другом дизайне. Были всякие иглы, как и до этого видели, James Jones там были представлены. И Clover, да, это фирма, то есть тоже все это было представлено. Много было всяких разных, вот здесь, как вы видите, тканей для квилтинга, для каких-то созданий вот таких же, смотрите, там шарик такой, тоже можно было купить схему, как это сделать. Или создание сумочек и так далее, вот, которые у них там висели как демонстрации. Много-много было всяких тканей. Но, опять же, решила не набирать ничего, потому что нету такой какой-то необходимости непосредственной. От Пака там продавалась вот такая магнитная доска, но, может быть, как вы помните, из второго моего выпуска, второго видео, я покупала такую в Англии в одном магазине. Но, честно говоря, использую я ее совсем мало и практически не использую вообще. Были здесь некоторые книги, но по вышивке ничего сильно особо не было интересного. И поэтому я продолжила свой путь дальше. Вот эти ткани, я сначала сильно обрадовалась, подумала, что это ткани ручного окрашения для вышивки. Но, нет, к сожалению, это было не оно. Это были просто ткани для шитья. А вот это, вот этот стенд меня сильно обнадежил и потом разочаровал. Я подумала издалека, что вот эти картиночки, это были наборы для вышивки. Но это оказались для создания открыток. Конечно, для создания открыток было столько много красоты, как я уже упоминала. Вот здесь, видите, вот эти какие хорошенькие совы и так далее. Ну, было много-много там, невозможное множество. Я даже не стала все рассматривать, потому что это можно просто пропасть. А еще вот этот стенд меня заинтересовал. И возле него был ажиотаж почти все время. Посмотрите, вот эти вот восковые печати. Мне всегда вообще нравилась идея воска. Я любила всегда свечи, воск и так далее. И всегда хотела такую вот восковую печать. И, не знаю, очень сильно, прям серьезно размышляла, чтобы приобрести вот там какую-то себе такую печать или наборчик. И какие-то цвета разные восковые. Но пока что сдержалась, потому что, ну, можно было в таком вот, как бы, ажиотаже накупить лишнего и потом не использовать. Но сейчас вот думаю, приобрести ли мне, ну, может быть, заказать у них с этого сайта. Но было очевидно, что это было очень-очень популярно. И многие подходили, ну, многие, я видела, покупали целые наборы вот с этим подогревателем специальным, где зажигаешь свечку и с ложечкой, это совсем, в общем, полный набор и печати. Ну, а теперь мы уже направляемся потихоньку к выходу. Но, тем не менее, кое-что еще досматриваю, просматриваю, пересматриваю. Вот на этом стенде было огромное количество шармиков. К сожалению, у меня уже к тому времени настолько был, как бы, глаз замыленный. Я уже немножко была уставшая, что я ничего не приобрела здесь из шармиков. Когда уже вот пересматривала видео, подумала, надо было тот взять, другой, там, третий, десятый. Но, к сожалению, в тот момент у меня просто не было уже ментальных, так сказать, сил, умственных вообще каких-то возможностей что-то здесь сообразить и приобрести. И даже не смогла вспомнить. Я пыталась постоять, подумать, что же мне нужно из шармиков для того, что у меня уже, как бы, есть. Например, какая-то схема от JustNan, где нет у меня комплектации и так далее. Но ничего мне в голову не пришло. Решила собраться с мыслями, но ни одна мысль на собрание не пришла у меня в тот момент. Надо записывать, ввести список и уже иметь в виду, чтобы вот такой ситуации не оказываться в такой ситуации. На книжном, на одном из книжных прилавков я увидела вот такие вот книги по вышивке, коллажи из крестиков, cross-stitch collages. Там были такие миниатюрные маленькие схемки, из которых можно составлять какой-то свой коллаж. Здесь была, вот эта книга посвящена вот таким вот миниатюрам картин известных. И там 84 номер, смотрите, Монолиза в маске, девушка с, вот они, смотрите, девушка с жемчужиной сережкой, но она что-то совсем какая-то вышла коричневая там у них. Немножко какие-то простоватые схемы, конечно. Не знаю даже, для кого они будут привлекательны. Может быть, что-то в этом есть, но не для меня, не на мой это вкус, конечно, было. Поэтому пришлось пройти мимо, пришлось пройти дальше. Вот эта книга по Борджелло меня заинтересовала. Я ее, в принципе, собиралась заказывать. И, ну, возможно, в следующем году закажу и попробую начать вышивать, как-то попробую эту технику. Но пока что я была не готова и решила не брать в данный момент. Но вот про эту книгу я читала как раз в журнальном, ой, в вышивальном журнале. Здесь такая вот была записная книга для рукодельницы. Там, кажется, больше было про вязание. Ну и все остальное было, в принципе, вязание, вязание крючком, потом шитье и так далее. То есть, ну, вышивальных было, вот, как я и показала, раз-два я обчелся. Вон, оригами было. Вот, опять же, какая-то тоже тут, ну, какие-то были записные книжки такие, творческие, рукодельные и так далее. Ну, можно было что-то подыскать, конечно, по вкусу, на разнообразные вкусы, но на мой вкус, к сожалению, ничего не нашлось. Хотя посмотреть, конечно, так приятно и классно, что выпускается и производится много литературы, именно посвященной творчеству и рукоделии. Это очень-очень здорово. Ну вот, посмотрите, идем мы с вами дальше. Проходим здесь. Вот был большой стенд с эпоксидной смолой. Посмотрите, какие они показывали. Можно сделать формочки. То есть, там они продавали, насколько я поняла, и формочки какие-то, и саму эпоксидную вот эту смолу разных-разных оттенков и цветов. Там, в принципе, тоже у них, насколько я вот пару раз проходила мимо этого стенда, постоянно у них были покупатели. То есть, эта тема сейчас пользуется тоже большим спросом, большим интересом. Мне самой тоже это очень нравится. Мне нравится, какое разнообразие всего можно сделать, да, изготовить, используя эту смолу. Какие-то, вот там, видите, даже и ручки, и какие-то, вон, посмотрите, часики. Вон, какая лягушка была симпатичная. И вот такие, посмотрите, всякие-всякие цвета у них были. И металлики, вот там дальше, и все. Но, конечно, для этого нужно тоже соответствующее условие, пространство, оборудование, насколько я понимаю, это нужно в маске. Если используешь эту эпоксидную смолу, особенно в большом количестве, то нужно использовать специальную маску и так далее. Поэтому, может быть, оставлю на будущее такое увлечение тоже. И вот сейчас мы подходим к одному из стендов с игрушками из фетра. Обычно я, как бы, к ним достаточно спокойно отношусь. Но вот здесь, именно на этом шоу, меня поразило многообразие и красота вот этих игрушечек. Вот здесь это было, вот это, скорее всего, не фетр, а валяние, да. Вот это, как бы, они, техника валяния тоже мне понравились. Но вот сейчас мы подойдем, следующие соседние, это вот фетровые, вот эти, смотрите, игрушечки. Как они мне понравились. И вот здесь, смотрите, такие куколки. И в них еще вставлены, как бы, новогодняя игрушечка, такая шишечка из стекла. Вот эти лебеди мне понравились. В общем, как я и говорила, обычно я достаточно спокойно отношусь к таким вещам. Но вот именно здесь я увидела настолько красивые какие-то фигурки, вот эти игрушечки. Я таких не видела раньше. И раньше так меня не впечатляли игрушки из фетра. А вот здесь прям понравились. Не настолько, чтобы я уже готова была купить. Хотя всерьез задумывалась, чтобы купить лебедей. Но, по крайней мере, уже гораздо больше, чем раньше. Раньше я бы просто мимо прошла. Даже не обратила бы внимания. Здесь калибри тоже, смотрите, какой. Вот он, смотрите, симпатичный. То есть раньше я бы просто даже не стала обращать внимания, смотреть. А вот, ну и может быть, я именно таких вот не видела, поэтому. А вот здесь они меня прям поразили своей аккуратностью. Какой-то вот красотой исполнения. Какая-то вот, знаете, внимание к деталям. Каждая деталь была проработана. Не лишняя, не чересчур. И всё вот было сделано как-то настолько вот симпатично и приятно, что, да, даже вот меня сильно впечатлили такие вот игрушечки. Посмотрите, какие здесь абсолютно разнообразные есть тоже украшения. Вот такую сделать самому, да, и как вот классно повесить на Рождество. Или даже весеннюю какую-то там с цветочками. Вот здесь, вот они, лебеди эти. В наборе, набор стоил 10,35. И в наборе достаточно материала было для двух лебедей. То есть там полностью всё входило. И фетр необходимый, бисеринки, видите, там тоже пришиваются. Набивка. Ну, всё-всё-всё, что необходимо, всё входило в набор. И посмотрите, какие здесь ещё можно осенние композиции было приобрести. И, да, тоже пользовался этот стенд огромной популярностью. Что неудивительно, конечно. Какие мухоморчики, смотрите. Смотрите, я в восторге. Правда, сильно нравится. Надо будет как-нибудь, правда, тоже заняться. Когда только всё это успевать, да, и вышивку, и вот это всё. А вот здесь, смотрите, какие красивые цветочки, боже. Да, как я говорила, стенд пользовался популярностью. То есть постоянно, пока я там находилась, снимала, постоянно покупали, постоянно спрашивали. Немножко по стилю похожи вот эти вот инсталляции на вот те миниатюрки, которые я показывала ранее. То есть тоже, видите, какая-то вариация миниатюрок, из которых делаешь вот какую-то такую инсталляцию у себя дома. Вот эти салфеточки меня покорили, мечтая научиться такие делать. А на следующем стенде меня ожидало такое количество бисера, бусин и всего, чего только можно представить, всего, всех необходимых товаров для работы с бисером. Мне кажется, именно такого разнообразия и ассортимента я не видела нигде и никогда. Да, посмотрите, тут просто было что-то невероятное. Были абсолютно все вариации, всевозможные цвета, формы, размеры. Разбегались глаза, моя сорока внутренняя просто ликовала и думала, сейчас мы тут наберем, накупим. И я думаю, что, правда, если бы у меня был какой-то вот определенный список или какое-то понимание, что мне необходим тот или иной цвет бисера, я бы набрала. Но я не набрала, опять-таки. Вот там даже, видите, были сваровские, целые прям стенд, целые две панели со сваровски. Но что мне удалось все-таки найти здесь, это замену для моих бисеринок, бусинок из набора Dimensions. Я уже в следующем видео, где буду показывать свои небольшие покупочки из этого шоу, покажу, что я купила. Правда, я те оригинальные бисеринки потеряла в итоге, где-то в Англии, кажется, уже. Но, тем не менее, я цвет этот хорошо помню, я его сразу узнала, когда я увидела вот именно его. Он такой вот золотистый, немножко как бы отдает зеленцой. И я уверена, что вы все тоже его сразу же узнаете. И я покажу его в сравнении с 00557 от Milhill. И вы увидите там тоже вот эту разницу. Но, как вот я сейчас показываю, вместе с вами снова еще раз, уже по третьему кругу, так как я пересматривала, когда монтировала уже предварительный видеоряд. И сейчас снова еще раз пересматриваю. Боже! Сколько же здесь всего. Но этот магазин существует и онлайн. И можно будет мне тоже сделать у них заказ, если нужно. Это нидерландский магазин. И вот только я не помню, существуют ли они в реале. Есть ли у них настоящий магазин. Тоже нужно будет уточнить. Эту часть видео я уже снимала после обеда, уже около 4 часов, а шоу закрывалось в 5. И вы видите, уже гораздо-гораздо меньше людей. И можно было более свободно подойти к тому стенду с вышивкой, который мы уже с вами посещали. И поснимать немножечко подетальнее и поспокойнее разные вот эти вот вышивки, разные законченные оформленные работы. Очень симпатичные. Много у них красивых работ. И опять же, очень классные идеи по оформлению мне очень понравились. Такое хорошее, классическое, элегантное оформление. Вот эти нитки Venus, Венера, которые, как в итоге я потом узнала, все-таки это хлопок из Таиланда. Буду их иметь в виду на будущее, если DMC станут совсем-совсем уж дорогими. И невозможно будет найти какие-то хорошие цены. Ну и так вот, видите, вы здесь уже не так многолюдно. К счастью, я могла поснимать немножечко более спокойно. Какие-то красивые тоже, смотрите, вот здесь штучки, да, какие-то наплетенные. Как вот это делается, даже представить, честно говоря, не могу. Крючком, что ли, тоже. Очень классно, очень красиво. Сейчас я оставлю вас на несколько минут в компании приятной музыки. И мы продолжаем прогулку по рукодельному шоу в Нидерландах. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это все еще я нахожусь в городе Ютрехт Напомню Вот такой вот типичный городской голландский пейзаж Ну в том числе и даже чайки тоже здесь включены Ну а здесь уже начинает просматриваться цель моей прогулки Я думаю вы тоже все уже видите Это ветряная мельница Конечно же Голландия известна своими мельницами И ветряными, и водяными Я постараюсь их тоже в будущем снимать В окрестностях моего городка тоже есть очень красивые мельницы Тоже постараюсь как-нибудь их поснимать для вас Я знаю что это является очень популярной иллюстрацией Очень популярным сюжетом для вышивки Хотя сама я ни одной мельницы еще не вышивала Но планирую конечно же обязательно Как бы мне грех не вышить Но давайте вместе полюбуемся на эту красавицу Вообще вот эта мельница была построена в 1739 году И ее прямое назначение было Она была использована как лесопилка То есть это никогда не было мельницей для муки Или чего-то подобного В данный момент она не работает как лесопилка Но на территории мельницы Вот мельничного вот этого вот хозяйства Располагаются 2 студии В одной из них работает реставратор гитар и музыкальных инструментов А в другой работает художник Который вырезает по дереву К сожалению я не заходила в магазины Но в следующий раз может быть зайду Также здесь есть кафе И так как в тот день была классная погода Я тоже попила там кофе на улице посидела И также на территории этой мельницы Можно провести какое-то мероприятие Типа свадьбы Или дня рождения Какое любое мероприятие вы бы хотели провести Можно об этом договориться Посмотрите вот с этого С вида внутреннего дворика Вид вернее с внутреннего дворика Посреди города Посреди обычных городских построек Вот такая красота На этом наше путешествие в Утрехт подошло к концу Я благодарю вас за просмотр Желаю вам всего самого наилучшего И до скорых встреч друзья Пока-пока